Здравствуйте, дорогие друзья! И снова с вами я, Наталья. И сегодня мы будем готовить с вами пирог из слоёного магазинного теста с курицей, картошкой и луком. Для этого нам нужна куриная грудка, соль, перец, немного лука, немного картофеля и один лист теста. У меня тесто вот такое, вот я вот такое покупаю. Здесь два листа, но нам одного листа вполне достаточно. Если вы хотите делать большой пирог, то вы можете совместить два листа и сделать побольше его. Начинаем с курицы. Мы её будем резать очень тонкими полосочками, чтобы она успела у нас прожариться. Тесто это очень быстро готовится, поэтому и курица нам надо, чтобы была достаточно готова. Вот я делаю совершенно тоненькие кусочки. Вот таким образом. Курицу мы порезали вот такими кусочками, тоненькими, небольшими, складываем в миску. Следующее мы режем тоненько лучок. Вот такими четвертинками. Лук тоже складываем в курицу. Ну и последнее это наша картошка. Мы её тонко трём. И много нам её не надо. Как вы знаете, картошка, она дольше готовится, поэтому мы совсем немножко, чисто для вкуса, вот такими чипсами делаем. Очень тоненькими. Вот прям, буквально они просвечиваются. Затем мы солим. Добавляем соли по вкусу, кому как нравится. Перчим. Вы можете добавить любые специи, которые вам нравятся. И я добавляю сюда немного майонеза, чтобы оно было сочнее. И всё хорошо перемешиваем. Тесто мы разложили. И сейчас нам надо немножко его раскатать. Насколько это возможно. Так, выкладываем наш фарш на серединку. И распределяем посерединочке. Так, чтобы картошечка везде была. Всё, чтобы было равномерно. Вот так вот. Вот таким образом. Теперь мы будем делать надрезы. вот так, вот так, вот так, вот так. Я разболтала одно яйцо и немножко добавила молока. Мы должны смазать, чтобы оно немножко прилипло друг к дружке. Чтобы оно не разошлось. Ну и сверху надо будет смазывать. Теперь мы складываем вот так вот по очереди. Одну штучку, другую, как бы косичку плетём. Делаем, как народ говорит, мумию. Вот так вот. Здесь мы тоже сперва мы заворачиваем это. Потом сюда. И закрываем. То же самое с этой стороной. Сюда. И закрываем всё. Вот такой у нас получился пирог. Сверху мы смазываем яйцом. Обильно, хорошо, чтобы была корочка красивая. Ну и последнее. Мы посыпаем кунжутом, сезамом. Оно тогда будет иметь более приятный вкус. Ну и более красиво. В принципе, она готова для того, чтобы поставить её в духовку. Духовка у нас разогрелась до 180 градусов. И мы запускаем наш пирог в нашу духовку. На 35 минут. Вот так вот. И посмотрим, что у нас получится. Прошло 35 минут и время вытаскивать наш пирог. Ой-ой-ой. Пропеклось хорошо. Ну что я могу сказать? Я довольна цветом пирога, я довольна запахом пирога. Попробовала вилочкой вполне себе мягкое внутри. Но разрезать буду уже, когда будет совсем приостывший, а то сейчас совсем-совсем горячий. Ну, а вам спасибо большое. Приятного всем аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до следующей встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok